Максима Горького Это ли не уникальные достижения для драматического театра в России? Хорошо, что мы вырастили здесь 45 артистов-труппы, они все выпускники Академии искусств. Никто, ни один театр в России не позволяет себе такую роскошь. И это наш принцип, и мы ему следуем. Первый спектакль «Улица радости» в Приморском краевом драматическом театре состоялся в ноябре 1932 года. С тех пор руководство театра сменялось не раз, но в 1984 году художественным руководителем стал Ефим Звенятский. И сегодня просто невозможно представить на его месте другого человека. Разрядить обстановку хорошей шуткой так, как это делает Звенятский, мало кому удается. Недаром режиссер его творческого вечера, который пройдет 26 октября, вдохновлялся постановкой «Иисус Христос. Суперзвезда». Какая часть названия нас больше всего заинтересовала, то вторая часть названия – «Суперзвезда». На этом мы делаем смысловой акцент. Это капустниковая история. О, слава богу, это капустник. Это капустник. Это шутка. Шутка. А значит, шутка, потому что все-таки это же праздник. А когда праздник, мы шаги. Также на юбилейной неделе зрители ждут спектакли «Смех лангусты», который вот уже полгода собирает полный зал «Эдит и ее демоны», концерт «Фларисы Белобровой моменты» и праздничный вечер «85 лет почти аншлагов» 28 октября. По словам режиссера Вячеслава Стародубцева, ведя перформансы и архивные фотографии на главном юбилейном вечере, должны передать всю мощь и красоту театра, раскрыть образ каждого актера и представить знаковые элементы самых ярких спектаклей. На этом сюрпризы не заканчиваются. К юбилею театр Горького ждет приезд особенной гости. Это замечательная женщина, прекрасная актриса и наследница творчества Максима Горького, прямая наследница, это правнучка Горького Екатерина Пешкова. А «Вишенка на торте» – историческая выставка свидетельства о театре в музее Арсеньева. Более двухсот экспонатов, посвященных театрально-декоративному искусству. Живопись, графика и даже ювелирное мастерство – главной идеей. Весь мир – театр, и все люди в нем – актеры. Для нас было интересно показать вот эти вот следы многочисленные, от программ спектаклей до фотографий с тех или иных постановок, от интервью непосредственно с актерами, с главным режиссером, с какими-то выдержками из критических статей. Многолетняя работа доказывает – лишних людей в театре просто нет. Каждый день свои силы на сцене оставляют лучшие из лучших, репетируют каждый день, готовятся отмечать юбилей. Живемся! Положай руку на полное собрание сочинений Станиславского! Живемся! А такие значимые даты – повод еще раз встретиться с дорогими сердцу людьми, еще раз сходить на полюбившийся спектакль, еще раз подарить аплодисменты талантливым артистам. Ольга Прудан, Дмитрий Сухоруков, Данил Клева, Новости на Восьмом.